Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа Республика. С главными событиями четверга вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Алексеева. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Депутаты голосуют за. Госсовет Чувашии одобрил поправки в Конституцию России. Драматург, режиссер, актер. В Чебоксарах прошел вечер памяти заслуженного артиста Чувашской АССР Леонида Родионова. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Есть заболевшие коронавирусом в Чувашии или все же нет? Ответ на этот вопрос прозвучал в Доме правительства на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространению коронавирусной инфекции в республике. Волна фейковых новостей об угрозе коронавируса заполняет интернет. В социальных сетях обозначилась и Чувашия. К счастью, опасения не подтвердились. Были названы конкретные предприятия и места. Очевидно, это неправда, потому что таких фактов у нас нет. Если бы это было, естественно, мы бы об этом сообщили. Я бы поэтому попросил бы, прежде всего, Министерство здравоохранения Чувашской республики и Управление Роспотребнадзора по Чувашской республике подумать о расширении информирования, прежде всего, населения, о достоверной информации, что происходит у нас в этом направлении, ну и подумать над тем, может быть, создать какие-то каналы возможного обращения, ну, допустим, там горячая линия или иной канал, или постоянно доступный телефон, с тем, чтобы, если у людей возникают какие-то вопросы, чтобы они могли дозвониться, получить достоверную информацию. Вместе с тем, риски появления инфекции возросли, поэтому в республике, как и по всей стране, усилили меры санитарной безопасности. В Чебоксарах и Новочебоксарске начали дезинфицировать места массового нахождения людей – торговые центры, вокзалы, кафе. На случай возможного проникновения в Чувашию коронавируса в инфекционных стационарах подготовлены 408 коек, а также имеются изолированные боксы. Дополнительно могут быть подготовлены еще полторы тысячи коекомест. Медицинские организации укомплектованы необходимым медицинским оборудованием, специализированным медицинским оборудованием, аппаратами для скрининга, лечения, осложнения форм гриппа РВИ и новой коронавирусной инфекции, в том числе и аппараты ОЛ, один аппарат для экскорпоральной мембранной оксигенации, для оказания скорой медицинской помощи, задействованы 100 бригад скорой медицинской помощи. Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от посещения торговых центров, спортивных мероприятий и езды в общественном транспорте в часы пик, соблюдать элементарные правила личной гигиены, избегать контактов с людьми с признаками простуды и воздержаться от поездок за рубеж. Да и в соседней области, видимо, уже тоже. Рифат Подкулин, Бахтиар Велиев, Республика. Горячая линия уже заработала. Для тех, кто вернулся из стран и регионов России, где регистрируют новый случай коронавируса, задать вопросы можно специалистам Минздрава, Роспотребнадзора, телефоны на ваших экранах. Массовое отравление или кишечная инфекция. 18 учеников и два преподавателя Чебоксарской школы номер 50 обратились в больницу. Всего госпитализировано 14 учащихся и двое взрослых. По данным Минздрава Республики, в настоящее время 8 детей находятся на стационарном лечении в городской детской больнице номер 2. Еще двое взрослых и 6 несовершеннолетних в БСМП. Четверо детей проходят лечение амбулаторно. Сейчас специалисты проверяют соблюдение в школе санитарно-гигиенических норм. Прокуратура и Следственный комитет начали проверку по данному факту. Следственными органами Следственного комитета РФ Почувашия проводится проверка по факту массового отравления учащихся. В одной из школ города Чебоксары. Вплеск желудочно-кишечных расстройств, получающихся, был зафиксирован в ночь с 11 на 12 марта 2020 года. По предварительным данным, всего с признаками пищевого отравления были госпитализированы 14 учеников школы. Со слов родителей, жалобы на тошноту, рвоту и боли в животе у детей появились после приема пищи в школьной столовой днем ранее. Незамедлительно на место происшествия прибыли следователи. В настоящее время проводится тщательный осмотр места происшествия. Опрашиваются очевидцы. Проводятся иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки следователями будет дана надлежащая правовая оценка действиям, либо бездействию конкретных лиц, ответственных за случившееся. Будут установлены причины и условия, этому способствующие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Члены Совета Федерации одобрили закон о поправках Конституции. В Верхней Палате Парламента приняли ряд важнейших инициатив, поступивших в адрес рабочей группы. Предоставить право действующему главе государства снова баллотироваться на пост президента, ежегодная индексация пенсий, защита исторических основ и родных языков. За эти другие поправки россиянам предстоит проголосовать 22 апреля. Рядущие изменения в Конституцию продолжают обсуждать в Республике. В сегодняшней Конституции, например, написано, что Российская Федерация – это социальное правовое государство. Это что, действующая норма? Ну, дай Бог, чтобы была действующей нормой. Но если так придраться к этой формулировке, к этой декларации, насколько государство сегодняшнее у нас российское, социальное, ну, не настолько, насколько хотелось бы нам. Обозначен идеал – это нормальная, фундаментальная норма Конституции, но она говорит о том, к чему мы и закрепляют, к чему общество и государство стремятся, российское государство. Это правильно, это нормально. А во-вторых, Конституция – это декларация тех ценностей, уже принятых или исторически появившихся в нашей стране, в обществе. Декларация о тех ценностях, которые надо берегать, защищать, сохранять. Для меня это представляет куда большую ценность, вот именно вот те вещи, те ценности, которые вновь или заново, или впервые провозглашаются пока еще в проекте, вот новой редакции Конституции. Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство. Далее, дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Для того, чтобы поменять ценности, приоритеты, в том числе, так примитивно выражаясь, в литературе, в информационной политике, на государственных телеканалах, нам нужны эти нормы в Конституции. Я и как патриот Чувашии и страны, я бы хотела, чтобы больше поддерживались труженики, которые что-то делают, которые идут вперед, которые имеют идеи какие-то. Например, вот сейчас мы очень довольны, что государство нас поддержало в строительстве Плис. Надо развивать и поддерживать своих. Например, Чувашия должна поддерживать нас, местных, которые имеют какие-то идеи, чтобы во благо нашей республики, чтобы люди в деревне хорошо жили. Вот что удручает пока еще наши деревни, но не до том уровня. Депутаты Государственного совета Чувашии поддержали поправки в Конституцию. 38 парламентариев проголосовали за, трое воздержались. Еще один вопрос повестки дня – изменения в бюджет. Что бывает крайне редко, и их одобрили все парламентские фракции. Ольга Пырочкина подробнее. Государственная дума страны в третьем окончательном чтении приняла изменения в Конституцию. Теперь дело за регионами. Если две трети местных парламентов также поддержат поправки, документ передадут в Конституционный суд, а после его заключения – на референдум. Основные изменения в Конституции Российской Федерации – это закрепление ряда мер социальной поддержки граждан. Минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума. Закрепляется обязательно индексация пенсии, пособий и иных социальных выплат. МРОД будет приравнен в среднем по Российской Федерации потребительской корзии. И если вы помните, мы уже лет, наверное, 15-20 этого добивались. Поправки ужесточают требования к ряду чиновников. Председателю правительства, министрам, главам регионов, а также сенаторам, депутатам Госдумы и судьям будет запрещено иметь счета за границей. Законопроект также ограничивает число президентских сроков, расширяет полномочия парламента страны, защищая традиционные семейные ценности. Что касается, конечно, семейного права, здесь, конечно же, мы принципиально для себя должны определиться. Мы идем вдоль и по Европе, или же мы сохраняем свои традиционные устои, устои, которые вырабатывались столетиями. Те ценности, которые есть, мы должны не только сохранить, но обеспечить их гарантию и безопасность. Большинством голосов парламент Чувашии по оправке в Конституцию поддержал. Очевидно, то время, которое прошло после принятия действующей Конституции, это 26 лет, чуть больше 26 лет, очень сильно, скажем так, за это время изменилось. Те изменения, которые предложены в данном законопроекте, на мой взгляд, они учитывают, с одной стороны, все эти изменения и соответствующим образом предлагают гарантии каждому гражданину Российской Федерации. Следующий вопрос. Изменения в бюджет. По расходам он увеличивается более чем на 7 миллиардов рублей. Минфин учел затраты на индексацию социальных выплат на 9,4%. На это потребуется 247 миллионов рублей. Дополнительные средства заложены на реализацию национальных проектов и послание Владимира Путина. В части обеспечения горячего питания учеников начальной школы с 1 по 4 класса непосредственно организацию горячего питания средства федерального бюджета 272,9 миллионов рублей и средства бюджета республики 418,2 миллионов рублей. А позиция, которую распределение денег по статьям, как правило, не устраивает, в этот раз документ поддержала. В целом бюджет получился довольно-таки понятный, ясный, он все-таки социально ориентирован. Давая от фракции ЛДПР, так скажем, некоторый кредит доверия новому кабинету министров, мы сегодня эти поправки бюджет поддержим. Я вижу, что те деньги, которые сейчас направляются на те программы, которые отмечены в этом уточнении бюджета, это нужно делать, так что лично я буду поддерживать это. Изменения в бюджет приняты единогласно. Ольга Пырочкина, Бахтияр Велиев, Республика. Налоговые органы сегодня подвели итоги прошедшего года и наметили основные векторы развития. Что ожидает налогоплательщиков в этом году, смотрите далее. Налоговая служба является сервисной информационной службой и наша миссия – это создавать людям и компаниям комфортные условия для самостоятельной уплаты налогов. Укрыться нельзя оплатить, запятую законопослушный гражданин поставит правильно. Оплаты налогов не избежать, тогда надо сделать эту процедуру максимально комфортной и удобной для плательщиков, считают в управлении. У налоговиков впереди масштабная работа по внедрению новых форматов обслуживания. У нас 1 июля текущего года отменяются налоговые декларации для тех налогоплательщиков, кто находится на упрощенной системе налогообложения и применяет онлайн-кассы. В этом случае мы уже не будем от них требовать налоговую отчетность, а сами будем проверять те доходы, которые получил наш налогоплательщик и правильно ли он их исчисляет. Чтобы обеспечить комфортный переход на новый налоговый режим, специалисты наметили круглые столы, обучающие семинары с целевой аудиторией. Эффективнее работать позволяют и цифровые технологии, так онлайн-голосование по особо важным вопросам. Опросы позволяют грамотно выстроить партнерское взаимодействие. Что касается основных показателей, по итогам 2019 года бюджет дополнительно поступило более 12 миллиардов рублей, в том числе без проведения налоговых проверок 385 миллионов. При этом количество выездных налоговых проверок снизилось на 27%. Темп рост поступлений, обеспеченный управлением в 2019 году, выше темпа роста в среднем по Привожскому федеральному округу почти на 4% пункта. Поступление страховых взносов на обязательное социальное страхование в 2019 году достигло 30 миллиардов рублей. Хорошую динамику нам показал единый налог в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Как я уже сказала, рост составил порядка 17%. Обеспечено увеличение поступления налогов на имущество в целом по группе имущественных налогов. Значительный рост поступления по транспортному налогу, а это 115%. Такие показатели позволяют налоговым органам Чувашии второй год подряд занимать лидирующие позиции, второе место по ПФО и быть в десятке лучших по стране. Взаимодействие с прокуратурой и службой судебных приставов помогло увеличить и страховые взносы от индивидуальных предпринимателей на 26%. Лучшей по итогам ежегодного межрайонного экономического соревнования в этот раз стала инспекция Федеральной налоговой службы номер 7. Она обслуживает налогоплательщиков Козловского, Красноармейского, Урмарского и Цивильского районов республики. Наталья Мальчикова, Андрей Шоклев, Республика. Сегодня временно исполняющий обязанности главы Чувашии подписал указ о дополнительных мерах по привлечению молодежи на государственную службу. Перед будущими управленцами открываются большие возможности. О кадровом потенциале органов власти расскажет Дмитрий Ковалев. Текст указа в Рио главы республики уже опубликован на официальном портале органов власти. Наша съемочная группа изучила документ. По поручению руководителя региона будут созданы условия для подготовки управленческих кадров. Переходим к церемонии подписания указа. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии республики Олег Алексеевич Николаев подписывает указ о дополнительных мерах, направленных на привлечение молодежи к работе в системе государственного управления. Указ подписан. Для того, чтобы мотивировать молодежь к работе в органах власти, в республике уже в апреле проведут дни карьеры в системе госуправления. То есть цель простая, чтобы молодежь, вы могли себя попробовать в органах государственного власти. То есть не сразу прийти работать и потом разочароваться. Наверное, такое тоже бывает. А прийти попробовать качество управления, качество организации самого процесса управления. Как раз будет нам давать возможность завтра быть конкурентными, завтра быть, скажем так, такими, какими мы хотим. Но и в итоге, самое главное, возможность брать более новые высоты. Кандидатов на гражданскую и муниципальную службу даже планируют привлекать к участию в общественных советах. Эта мера также прописана в указе. За студентами вузов закрепят наставников, лучших трудоустроят. Проведенный анализ показал, что будущим управленцам не хватает практических навыков. Вообще, считаю, что работа в государственной структуре, она связана с большой ответственностью и требует внимательного отношения к делу. На молодого человека сваливается многозадачность, которая непременно связана с госслужбой. Она, конечно, иногда дается нелегко. Поэтому я считаю, что главной проблемой, с которой сталкивается молодой человек при поступлении, это возможность не попасть в доброжелательный коллектив. По данным опросов студентов вузов, молодежь на госслужбу может привлечь потенциальный карьерный рост и высокий социальный статус. Сейчас, отметил в Рио главы региона, в управленцах ценится нестандартное мышление и креативный подход к работе. Очевидно, что за молодежью, а вообще будущее, завтрашний день. То, каким он будет, то, каким содержанием завтрашний день будет наполнен. Ну и, конечно же, все то, что будет происходить, это тоже зависит, прежде всего, от вас. В этой аудитории потенциальные управленцы, представители молодежного правительства и разработчики социальных проектов. Ну, госслужба, она в любом случае нужна. Самое главное – показать ребятам положительные стороны, развеять некоторые мифы, как это бывает в принципе везде, и доказать просто, что не просто необходимо идти туда, потому что ты выучился на это, а потому что это определенные возможности для дальнейшего развития. Ну, а творческий потенциал молодежи раскрывает студенческая весна. Старт очередному фестивалю Олег Николаев дал сегодня в Чувашском госуниверситете. Галоконцерт студ весны намечен на 16 апреля. Факультеты вуза поборются за звание лучших из лучших. Молодежи не просто надо верить, молодежи надо ценить, уважать и вовлекать максимально. И тогда, ну, как бы через веру, конечно, да, тогда мы завоеваем их доверие. То есть, как бы, тут задача стоит завоевать их доверие. Поэтому, все-таки, вот доверие, оно доверие. Поэтому здесь, как бы, против взаимных. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика из Чувашского госуниверситета. За именами улиц героические судьбы. О них знает порой даже не каждый взрослый. Рассказать о героях Советского Союза призван столичный проект улицы героев. Логинова, Анисимова, Кочетова. Этими именами названы улицы. Это дань памяти тем, кто доблестно защищал родину. О судьбе летчика-бомбардировщика Михаила Афанасьева старшие рассказывают младшим. Приземлившись, он выпрыгнул с парашютом из горячего самолета и побежал к лесу. Но путь ему преградили враги. Потом к нему напали фашисты, и он их убил тремя пулями, три врага, и одну пуль оставил для себя. Теперь, проезжая остановку улицы Афанасьева, школьники обязательно вспомнят нашего земляка, Михаила Афанасьева, павшего смертью героя в 1942 году. Истории восьми героев, чьи имена носят Чебоксарские улицы, собраны в журнале. Экземпляр с красочными иллюстрациями подвига участников Великой Отечественной войны получат многие младшеклассники. Я надеюсь, пролистав, прочитав, познакомившись, вы более будете внимательнее относиться к нашему городу, будете понимать, что в нашей республике жили очень интересные, прославленные люди, которые своей жизнью готовы были пожертвовать ради того, чтобы вы сегодня здесь сидели в этом зале. Организаторы проекта предлагают ребятам нарисовать и историю из летописи своей семьи, ведь на фронт ушли практически из каждой. Вот это мой прапрадедушка. Его зовут Вастрил Федор Борисович. Мой прапрадедушка прошел три войны. Первую мировую войну ему было всего лишь 17 лет. Он прошел гражданскую и Великую Отечественную войну. Городскую выставку рисунков планируют открыть 1 июня. Также в рамках проекта запускают и стихотворный марафон. Читецы из всех школ Чебоксара выступят на Таван-радио. А мы текучим голубом Как поминаем Ой, кто поминает Сады дом И куча чай И за дном Ирина Волкова, Андрей Шоклев Республика Где мы с тобой так Вастримы Мы горим В Москве, в Третьяковской галереи, сегодня вечером открылась выставка «Золотая карта России». В этом году здесь представлена живопись 18-20 веков и собрание Чувашского государственного художественного музея. Там работает наша творческая группа. По телефону Елена Гальперина. Сороковая по счету выставка в рамках проекта «Золотая карта России». И уже сейчас сказали о том, что коллекция, представленная Чувашским государственным художественным музеем, уникальна в том плане, что все работы, которые экспонируются, были предварительно отреставрированы художественных, научно-реставрационных мастерских именинных баре. На открытии приехали вице-премьер правительства Чуваши Аллы Салаева, помимо сотрудников Чувашского государственного художественного музея, министр культуры Роза Лизакова. В открытии выставки принимает участие сама директор Государственной Третьяковской галереи Дельфира Трегунова. Здесь представлены работы как чувашских художников, так и русских живописцев из собрания Чувашского государственного художественного музея. А фамилии тут такие буквально хрестомативные. Это и Петро Фоткин, и Кувинджи, и Перов, и Левитан, и очень многие другие известные имя. В Чувашском драматическом академическом театре состоялся вечер памяти заслуженного артиста Чувашской АССР Леонида Родионова. Известный драматург поставил на сцене около 130 спектаклей. Это сейчас зрители ходят на мюзикл «Нарспин», но заядлые театралы еще помнят одноименную пьесу в прочтении Леонида Родионова. Именно она пользовалась большим успехом. Леонида Родионова в военные годы управлял, возглавлял наш театр. И тогда у него родилась пьеса по поэме «Нарспе», в 1940 году поставил. И с тех пор вот эта пьеса была многократно поставлена им. Так что он в своем творчестве работал над чувашской драматургией. Он помогал многим драматургам. На счету одного из первых чувашских режиссеров около 130 спектаклей – это за полвека работы в сценах театра. Леонид Никанорович воплощал на сцене классические произведения – сочинения Шекспира, Гальдони, Мольера, Гоголя. В репертуаре были и свои собственные пьесы. Он видел потенциал каждого актера и давал свободу. Никогда не давил, никогда. Вот если у него такое видение, когда спектакль репетируется, а у актера другое. Если актер сможет оправдать перед его глазами свое видение, он давал свободу. Зритель ведь он очень умный. Он все видит. Он даже видит нашу закулисную жизнь. Видит зритель через нашу работу на сцене. Леонид Родионов – лауреат Государственной премии РСФСР имени Станиславского. Это высшая награда в области театрального искусства. Его помнят даже спустя целое столетие. Это главные новости к этому часу. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!